Друзья, всем привет! Сегодня буду готовить мое любимое лечо. Лечо не просто помидоры и перец, а из овощей разных. Это значит, ну и сразу озвучу вес. Помидоры 3 килограмма, морковь 2 килограмма, лук 1 килограмм. Перец болгарский можно 6 больших положить. Я положу 3, так как перец не особо мне можно, поэтому поменьше кладу. А вообще по рецептуре идет 6 или 10 перчин. Ну, может не таких гигантских. В общем, в средних, наверное, 10 штук можно положить. Если они такие крупные, то 6. Вот, имейте ввиду. Я положу 3 штуки. Так, сахар идет 8 ложек столовых. Соль 2 ложки. Мед, уже из баночки не стала накладывать. 2 столовые ложки. Масло растительное 500 миллилитров. И томатный соус тоже 500 граммов миллилитров, или чего ли. Но у меня была томатная паста, почти полная. Вот так вот чуть-чуть там я взяла. И я просто до целой баночки развела ее водой. Ну, заменю, в общем, соус пастой. Это тоже можно. В общем, вот так сделаю. Лечо получается очень вкусно. Вот кто любит такой кисло-сладкий вкус, вот это будет для вас супер. Очень, я уверена, что очень понравится это лечо. Значит, что делаем? Все это не просто измельчили на мясорубке там или на комбайне. Нет. Все это нужно нарезать красиво. Ну, как красиво. Например, морковь я натираю... Ой, господи, пока стыли стукнуло. Натираю на терке. Вот такая у меня старенькая терочка есть. Она пластиночками натирает. Вот. Вот такими пластинками. Кружочками. Так, лук нарежем. Если мелкая луковица, значит полукольцами. Если крупная, четвертинками колец. Блин, с этим тарелками я езжу туда-сюда, туда-сюда. Так, пока уберу перец. Нельзя разместиться, а то мне... Так, значит, лучок нарежем мы вот так. Вот это крупное, я ее сделаю вот так, на четвертинке. И вот такими колечками. Чтобы овощи были, ну, как сказать, не сплошным месивом таким, да, маслом, а видны. Вот так. Так, ну, уже все, тут пошла крошить все подряд. Значит, помидоры. Помидоры как нарежем? Помидоры это убираем. И можно нарезать вот такими дольками. Ну, собственно, помидоры форму плохо сохраняют в лече. Они все равно потом в процессе варки не сохранят эту форму. Ну, в общем, стараемся нарезать их вот таким образом. Так, ладно, это дальше. Так, морковь сказала, лук сказала, теперь перец. Перец, естественно, зачищаем. Так. И вот такими, вот такими полосками. Это все убираем. Нужно сделать красивое. Так, ну, и вот такими вот, тоже четвертинками кольца. Вот такими полосочками. Все, в общем, все овощи нарезаю. А потом все складываем в большущую кастрюлю или таз. Ну, желательно кастрюлю, чтобы была с антипригарным дном таким, да. Потому что масса большая. И все это нужно помешивать, следить, чтобы не пригорало. Вот. Ну, сейчас, значит, я займусь нарезкой. Весь процесс я снимать, естественно, не буду. Так, перчик чистим. Удаляем все эти зернышки. Так, ну, все. Нарезаем все овощи. И потом продолжим. Итак, я нарезала перец, помидоры и лук. Морковь вот начала немножко. Насыпала сюда соль, чтобы это все дало сок. Видите, уже вон сок пошел. И пусть оно немножко оседает, уже уваривается чуть-чуть. Тем временем я нарежу морковь. Натру на терке. И сюда же высыпаю сахар. Выливаю соус. Вот так. Теперь добавляю масло. Пусть стекает. И добавляю 2 ложки меда. Вот за счет меда как раз. И то, что сахара идет 8 ложек. Это лечо такое получается вкусное. Вообще из всех лечо я больше всего люблю его. Очень нравится. Вот. Так надо чайку попить с медом. Значит, вот. Перемешиваем теперь хорошо. Пока все тихонечко пыхтит. На медленном огне. Ну, на среднем, скажем так. Не надо, чтобы оно бурлило сильно. Ох, сколько жидкости. Теперь нарежу я морковь. И полтора часа с момента закипания это все будет у меня вариться. Полтора часа. Все овощи я нарезала. Вот смотрите, какое оно. Красно-оранжевое. Если возьмете зеленый перец, то будет вообще оно разноцветное и очень красивое. Морковь можно взять вот, например, такого средненького размера, чтобы вот у вас эти пятачки, кругляшки были все одинаковые. И если вот попадалась мне крупная морковь, я уже вот так половинила ее и нарезала на половинке кружочка. Ну, в общем-то, все. Теперь пока варится, пусть оно полтора часа кипит. Периодически подходим и помешиваем. Итак, друзья, прошло полтора часа, даже чуть больше на 10 минут. Я попробовала морковь, так как вот я же ее в последнюю очередь загружала, да, пока-то нарезала, вот. И она была чуть-чуть сыровата, как-то похрустала. Мне это дело не понравилось. И я еще поварила. Вот. Если вы нарезаете сразу, вот даже морковь, наверное, в первую очередь надо булькнуть, например, с теми же помидорами. И в первую очередь ее начать варить. Она дольше всех варится тут из всего, из этих овощей. Вот. А потом уже нарезать там лук и перчик. Вот так вот надо сделать в следующий раз. Как-то я подзабыла малость, что как я делала. Так. И что еще хочу сказать. Вот 500 мл масла, мне кажется, тут лишняя вата. Но хотя разольется по банкам, может быть, оно и распределится и нормально. Но когда я вот вижу, что его тут столько много кипит, это значит, надо вот хорошо так разлить, чтобы не попалось, что в одной банке там один густяк, а во второй получится одно масло. Вот. Мне кажется, даже можно 300 мл сюда налить масло, и будет прекрасно. Ну, в общем, все. Лечо готово. Теперь я его буду разливать в баночки. Банки простерилизовала. В микроволновке. Вот литровые банки я беру вот так вот на бок. Две штучки положила и включаю. И все отлично. На 2,5 минуты быстро, удобно, классно вообще. Потому что стоя они не убираются. Я их намочу и все быстро простерилизовала. Ну, все. Теперь разливаю по баночкам. Вот такая воронка есть. И закатаю. И уберу в шубу. В норковую. Обязательно в норковую шубу, девочки. Все, укутываем. Еще вкуснее будет. Так, ну все. Закатываю. Потом покажу, сколько баночек у меня вышло. Все, закатала я банки. Получилось у меня, значит, 4 литровых. Три вот таких, 7 сотки. Вот такие. И еще бы вышла точно такая же банка. Но я уже оставила. Ну, надо же снять пробу, правильно? Вот. Вот это вот я оставила на пробу. В общем, вот такая порция. Уже рассчитывайте. Брать вам полную закладку или поделить на 2. Или умножить на 2. Вдруг кто-то сделает сразу двойную порцию. Но лечо очень вкусное. Ну, в общем, вот. Получается оно такое ароматное. Вообще перчиком пахнет вкусно. Классное, вкусное. Очень мне нравится это лечо. Ну, вот что хочу сказать. Перчик, если возьмете зеленый, оно будет еще красивее. Оно будет разноцветное. Если перец зеленый, он поварится, он будет такой изумрудный цвет, красивый. Ну, и в таком виде, собственно, оно тоже выглядит прекрасно. Очень баночки такие аппетитные, красивые. Вот такие. Зимой открыть одно удовольствие будет. Ну, все. Пробуйте такое лечо. Если вы еще не делали такое никогда, надеюсь, что оно вам очень понравится. Ну, все. С вами была Наталья. Всего вам самого доброго желаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok